Итак, привет, друзья, подписчики! Вот, наконец-то, вышла четвертая часть пяти ночей с Фредди. Сейчас мы посмотрим. Вышло буквально пять дней назад. Пятидневная пати, видимо, у нас будет. Я закрыт в своей комнате. Вот он, я, видимо, маленький мальчик, хожу, плачу. Ну, конечно, чё ж тут не плакать-то? В моей кровати какой-то непонятный медвежонок сидит. Так, ну вот и остальные. А это мои друзья. Тогда чё плакать-то? Ну, хотя у детей часто бывает, что меняется настроение. Это ко мне долбиться или я долблюсь? А в шкафу можешь что-нибудь глянуть? У меня такое чувство, что я вернулся во времена Дэнди. Только звуки не были столь ужасные. Всё, в слезах лёг спать. Ну, ладно, поспи, малыш, поспи. Всё образуется на следующий день. Вот и милый мишка в нашей кровати. Ну что ж, приступим, друзья. Ещё я первый раз запускаю. Так, и чё надо здесь сделать? Так, на Shift я открываю двери, на Ctrl я подсвечиваю. Так, мышка вниз, смотрю назад. Это по сторонам. Убалдеть. Я в коридоры могу смотреть даже. А двигаться я здесь могу. Так. То есть, как обычно, будет приходить слева-справа, но при этом ещё добавлено перед и центр. Я могу закрыть дверь. И не пускать злого дядьку к себе. Так же можешь закрыть и шкаф. Так, мне уже как-то не сильно это нравится. То есть, я просто буду смотреть по сторонам, периодически поглядывая на свою мишку. Хотя, что может сделать этот миленький медвежонок? Скоро, я думаю, мы это увидим. Ну, уже час ночи, ничего плохого совершенно не происходит. Ну, ладно, мы на всякий случай будем контролить приближение моих плюшевых друзей. Неужели нельзя было завести Винни-Пуха? Вообще, откуда у неё аниматроники в доме? Или кто это будет? Вы слышали, да? Что-то где-то сбоку было. Не знаю, откуда именно. Блин, почему ты не можешь закрыть дверь там, не знаю. Свяжи верёвками эти две двери напротив друга и сиди спокойно. Вообще, я считаю, ненормально, чтобы ребёнок вот такой вот ползающий в одной квартире. Всякие приколюхи здесь интересные. Так. Он сидит. А, на X просто отключаются подсказки. Ну, ладно, что окей, понял. Два часа ночи. Мы всё бегаем, бегаем, и ничего не происходит. Мишка здесь. То есть у нас всего есть только закрытие дверей, фонарь. До этого был выбор получше. Мне не совсем нравится то, что клавиша располагается рядом, Ctrl или Shift. Может быть, я это сделаю, кажется, специально, чтобы... Я не знаю, я мог перепутать, нажать случайно не то. О, слышишь, даже кто-то говорит. Вообще, откуда у меня, у маленького ребёнка, у ребёнка фонарик? Специально он, я пробил у предков. Чтобы нормально всё было. Вы видели, да? Что-то хотел съесть моего мишку. Это, видимо, вот звук, который до этого был от радио. Он, скорее всего, этому способствует. Не знаю точно. Кстати, мне сейчас что-то показало, что что-то в шкафу напротив было. Одновременно светить? Брышит? Нет? Нельзя? Ну, ладно. Что-то постоянно сюда залазит. Что-то хочет его съесть. И почему-то прячется. Ну, это всего лишь детские страхи, я думаю. Может быть, была нарушена психика, либо ещё что-либо. Всякое бывает. И что я так проведу всю ночь? Я тут даже не вижу никого. Когда же начнётся жуткий экшен? Оп. Вот уже и Мишка к нам смотрит. Он выглядывает и будет в темноте? Нет? Давайте сбегаем в другую дверь. Может он туда? Перепить. Нет. Никас, надо срочно глянуть на кровать. Да, это нечто опять было здесь. Ребята, если я что-то недопонимаю в механике игры, то, пожалуйста, откомментируйте это в Ютубе. Я обязательно прочитаю, отвечу. Вот ещё кто-то ходит. Однако, здравствуйте. Я вообще считаю ненормальным. То есть, находясь в квартире, где кто-то по дому уходит, какие-то непонятные здоровенные звери. Куда смотрит родитель этого ребёнка? Не знаю, в моём детстве. Деревянные игрушки были прибиты к полу. То есть, я так понимаю, надо постоянно бегать. Назад-назад, быстрее. Туда глянем. То есть, если он подошёл слишком быстро, то, наверное, у меня будет всего лишь несколько секунд, чтобы успеть закрыть дверь. Так, 5 утра, мы уже почти пережили первую ночь. Так что, всё идёт у нас... Аааа, блядь! Ключевое слово, почти пережили. Это, ребята, это действительно было для меня чуть-чуть неожиданно. Ладно, давайте побегаем по-новому. Сейчас мы всё равно пройдём эту первую ночь. Я так понимаю, если тогда уж видеть, может, синего мишку или кого, надо, может быть, закрыть дверь. В первую очередь. Ладно, опять 12 часов. Блин, ну серьёзно, это было просто неожиданно. Ладно, я думаю, пока ничего такого интересного происходить не будет. Хотелось бы, как раз, пока идёт тишина, воспользоваться случаем, передать привет последним пяти подписавшимся. Это WhiteFox, Наталья Армстрад, GameAwards.ru, странно почему игровой сайт подписался на меня даже, может, на всех подписывается, не знаю. Может, какой-то пиар-ход такой. Металлорду и Адокукина 0.1. Ну, конечно, интересный ник. Долго, наверное, над ним думали. Спасибо, что подписались. Вы также, новые зрители, не забывайте заходить на YouTube, подписываться на канал, если вам понравилось. Мы попытаемся всё-таки пройти все ночи. Хотя я в этом совершенно не уверен. Лишь бы ночью потом психушке где-нибудь не проводить. Сколько так можно бегать? Я вот до сих пор никак всё не могу понять механику этой данной игры. То есть, вроде она мне как бы понятна, но не до конца, не полностью. Вот, например, сейчас он слева был, почему он так быстро вылез. Почему он напугал маленького ребёнка? Я ж пугаюсь. А таблетки нычи не дешёвые. Сейчас ночью. Ну, я при этом был абсолютно уверен, что я переживу эту ночь. Осталось всего какой-то час. Надо было просто подойти и закрыть какую-нибудь дверь. А если бы он тогда подошёл сзади? Тоже мне совсем понятно. Ладно, отключим подсказки. Они нам, в принципе, ни к чему. Ещё в 5 утра просто закроем какую-либо дверь. Так, надо сзади глянуть. Нет, ещё не живут. Привет, медведь! Как настроение? У меня отлично. Единственное, что смущает, что заканчивается лето, к сожалению. Наступает август. Погода совсем никчёмная. Только, видимо, у меня в Новокузнецке будут в конце июля отключить холодную воду на 3 дня. Именно в мои выходные. Со шкафа, кстати, к нам даже никто не вылазил. Я же жду всё-таки какого-то экшена. Кстати, ребят, не забываем, если вы знаете какие-то действительно интересные, страшные хоррор, инди-хорроры игры, ну просто какие-то там антиплееры, действительно интересные, то, пожалуйста, откомните в канале на YouTube, ссылку вы можете найти, кстати, в описании. И предложите в них поиграть. Обязательно поиграю. Опять тут что-то было. Так. Что-то я слышу какой-то звук. Три часа уже здесь должен быть. Так, не жрёт. Нормально. Я, наверное, в следующий раз просто в 5 утра я закроюсь. Закрою одну дверь. Время уже 3. Почему-то чем больше времени, тем больше я начинаю бояться. Вот опять вот эта непонятная хреновина. 4. Я ещё даже никого не видел. Скоро будет 5. Даже близко, близко никого нет. И что? Мы просто возьмём вот так переживём нашу первую ночь. Да, всё-таки бессмысленное облуждание. А учитывая, что 5 ночей Фредди, они действительно занимают топы Ютуба, я вот не совсем понимаю, почему. Чем же она вас всех так цепляет очень сильно? Иди ко мне. Хочется какого-то постоянного экшена. Я же понимаю, что вот периодически этот экшен случается. Вот эти игрушки вылазят, тебя пугают. Так, 5 утра. Ага, один здесь. Быстрее смотрим назад. Левую дверь. Подбегаем и закрываем правую. Так, и что, может быть я так доживу до 6 утра? Ну давайте попытаемся просто закрыть дверь. Блин, надо было же просто ждать. Ну вот он, вот он, он тут был. Но я решил, ну, блин, всегда же хочется открыть, посмотреть, подсветить, что же будет дальше. Ладно, давайте попробуем еще одну попыточку. Переживем все это дело. Блин, если в предыдущий раз их можно было хоть как-то стопить, была какая-то энергия, то тут, бог знает, что было бы за второй дверью. Дурацкие игрушки. Хорошо, что у меня в детстве не было таких игрушек. Вот сейчас мы опять будем минут 5 бегать. Беспечно, посматривая по сторонам, периодически глядя назад. Я же не знаю, о чем рассказать. Новые какие-то интересные хорроры выйдут не скоро совсем. К сожалению, про отлаз второй нам совершенно еще пока ничего не слышно. А среди инди-поделок очень сложно найти что-то стоящее. Есть, конечно же, игры, и их немало, но отыскать среди, не знаю, тысячи, сотни, это проблематично. То есть, бывает, качаешь какую-то игру, и ее даже не хочется выкладывать на канал. Так, ну ладно, давайте подсидим, просто посмотрим по сторонам. Вот какие-то звуки есть периодически. Мне вот кажется, может быть, они что-то подсказывают мне. Не, если честно, мне было просто страшно держать до 5 утра, до 6 закрытую дверь. Я думал, что действительно зайдут и убьют меня с другой. Сейчас мы попытаемся все-таки в этот следующий, последний раз. Если доживем до 5 утра, конечно, мы ее поддержим открытой. Я не знаю, почему медведь меня не берегает, почему он сидит в шляпе. Сделали бы хоть, не знаю, хоть конем-то залезть под одеяло. Интересно, а если я буду просто находиться в комнате и не подсвечивать, они ко мне просто зайдут, заглянут, или как это будет выглядеть? Тоже интересный такой факт. Мне не слишком хочется все это проверять. То есть просто вот смотрел вот так по сторонам, они говорят, что просто вот так зайдет и напугает меня. Не хотелось бы. Пишу я, кстати, как обычно, поздно вечером, когда темно уже, в наушниках. Вам, кстати, советую смотреть абсолютно так же, чтобы видеть примерно то же самое, что и я, и ощущать. Как вы видите, к сожалению, я не обладаю железными нервами. Мне это все дело пугает. Час опять что-то залазило там. Нет, ничего не залазило. Слышите, да, звуки такие периодически? Очень веселые. Какой-то робот какую-нибудь подмышку взял бы. Интересно, вот этот по-любому какой-то парень, там, не знаю, может быть, даже который сделал данную игру. Хотя, может быть, просто обыкновенное фото. И интересно, работает ли здесь практика, что если чем дольше я смотрю, то есть подсвечиваю, тем дольше монстр будет прятаться. Ну, согласитесь, ребят, это все-таки немножечко нудновато. Просто постоянно бродить, смотри, по вторым сторонам. Я, конечно, понимаю, что во вторую, третью, там, не знаю, четвертую ночь. Здесь вообще начнется, я не знаю, как это ваханалия полная. Что я буду бояться постоянно. Видишь, что совершенно вообще ничего не происходит. Почему я не могу дальше туда проползти? Ведь мой дом, это моя крепость. Четыре утра, тишина. Вот, наконец, ребят, наступает пять утра. Ну, вот как? Я же до этого смотрел, ну, не было тебя там, ну, не было. Так, ну, ладно, ребят, если вы хотите посмотреть, чтобы я еще снял, еще раз попробовал пройти, пожалуйста, пишите все-таки в комментариях, что я делаю не так, и вообще, хотите ли еще посмотреть продолжение, как можно пройти первую, вторую, третью ночь, пожалуйста, отпишитесь. Ваше мнение очень важно для меня. Не забывайте подписаться на канал на YouTube, поставить лайк, если понравилось, либо дизлайк, если не понравилось, что тоже, в принципе, буду знать, как говорится, над чем работать. Ладно, спасибо, что посмотрели. Всем приятной ночи. Все, пока. С вами был Алексей Смертьев. Давай, ребят, удачи.